Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В ожидании второй волны глава МЧС России оценил паводковую ситуацию в Алтайском крае. В Барнауле только за выходные произошло 4 происшествия с электросамокатами. На какие меры приходится идти с сервисом кикшеринга? Ситуация с паводком в Алтайском крае стабилизируется. Это подтвердил глава МЧС России, министр по делам гражданской обороны Александр Куренков, который посетил регион на днях. Он поучаствовал в совещании рабочей группы правительственной комиссии по паводку, а после облетел с губернатором Виктором Томенко потопленные территории на вертолете. По его оценке, местные власти успешно устраняют разрушительные последствия подтоплений, но стоит готовиться и ко второй волне. Подробнее в нашем сюжете. Первая волна паводка связана в первую очередь с талым снегом или доходом. В Алтайском крае период снеготаяния для жителей некоторых территорий особенно сложный, как в Михайловском. Географически под угрозой подтопления в регионе 173 населенных пункта. Это порядка 13 тысяч домов. Остаются подтопленными около 70 приусадебных участков и 20-30 домов. А уже освободились от воды почти 2000 участков и 735 жилых домов. То, что касается сегодняшнего дня, по вопросам снега, таяния и таяния льда, мы видим, что в принципе обстановка стабилизируется в Алтайском крае. Но, соответственно, в рамках особенностей климатических и территориальных, все вы знаете, что будет, наверное, и вторая волна. По прогнозам, уровень воды до 17 апреля еще повысится в реках Чумыш в районе Заринска, Чепша в селе Красногорское, а также в главной водной артерии края в районе Камня-на-Аби, где сейчас на все береговой линии сооружают водоотводные дамбы из мешков с песком. Режим чрезвычайной ситуации в крае введен 30 марта. Жителям, которым еще грозит подтопление, следует и самостоятельно принять меры, чтобы снизить возможные потери. В поселке Затон, который страдает от паводка ежегодно, в частном секторе заблаговременно спасают ценные вещи. Домашних животных перевозят на безопасные территории, а сами люди эвакуируются к родственникам или в пункты временного размещения. К острову Шубинский развернули понтонный мост. В регионе пострадавшим уже выплатили материальную компенсацию в 8,5 миллионов рублей. Принято еще 792 заявления на получение выплат. Так подрывные работы проводили на Чумыше в районе Тальменки неделю назад. Борьба с ледяными заторами производится до сих пор, лед распиливают и разбивают. Тем временем в крае остаются перекрытыми четыре участка дороги между Славгородом и Бурсолью, Олейском и Безголосово, Борфорпост и Ракиты, а также между Мамонтово и Крестьянка. Принятые меры против распространения инфекционных заболеваний через питьевую воду. Населенные пункты под риском подтопления обеспечены запасами еды и воды в магазинах. Пока власти держат ситуацию с паводком под контролем и рекомендуют следить за информацией в СМИ всех жителей края. В Алтайском крае выявили первого заболевшего сибирским клещевым тифом в этом сезоне. Им стал мужчина из Рубцовска. Об этом сообщило Краевое управление Роспотребнадзора. Заболевших другими клещевыми инфекциями не зарегистрировано. Напомним, клещевой сезон в регионе стартовал 28 марта. За это время в поликлинике с жалобами на присасывание клещей обратились 67 человек. Из них 27 детей в возрасте до 14 лет. К другим темам. В Барнауле сегодня произошло очередное ДТП с участием электросамокатчика. В дорожном происшествии чудом никто не пострадал. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, как молодой человек игнорирует ПДД, пересекает проезжую часть на самокате. В этот момент его едва не сбивает автомобилист. Молодой человек с чудом остается жив. А между тем, это далеко не первое ДТП с участием самокатчиков. С момента потепления в городе произошло уже несколько аварий. Только за минувшие выходные, сообщают инспекторы, в Барнауле произошло 4 происшествия. Уменьшить аварийность на дорогах, по мнению ГИБДД, поможет ряд мер. Запрет движения электросамокатов по оживленным улицам города, снижение скорости с 25 до 15 км в час, а также борьба с людьми, которые ездят на электросамокатах вдвоем. Известно, что уже одна компания кикшеринга тестирует технологию, которая позволяет определить, что на устройстве передвигаются несколько человек одновременно. Тем временем самокатчиков на улицах Барнаула становится все больше и глядеть по сторонам приходится чаще. Наша съемочная группа вышла на улицы Краевой столицы и узнала, как горожане относятся к такому виду транспорта. Не загружают, потому что бывает не сигналят и сбивают людей. А вот подскажите, пожалуйста, бывали на ваших глазах случаи, когда прямо... Нет, нет. Ну, меня чуть не сбили, да, ребятишки, когда вот прыгают одни. Чуть не наехал. Товарищ, мы его просто сбили, зацепили, упал. Как бы ничего такого серьезного, но все равно неприятная ситуация. Ну, хоть извинились перед ним самокатчики. Ну, естественно, извинился. Не мешают? Ну, нет, мешать не мешают, но сама не катаюсь и другим не советую. А по тротуару не опасно ходить? Когда самокатчики катаются? Ну, почему нет, опасно, у меня маленький ребенок и бывает такое, что несутся. Ну, когда рядом с остановкой, да, мешаются. В целом, это все равно на них по большей мере. Вы предлагаете такое решение, что, например, теперь вдвоем нельзя на самокате. Вы как таковы? Ну, изначально в политике компании прописано, что вдвоем передвигаться на одном самокате запрещено. А те, кто передвигаются вдвоем, это уже, то есть, ну, они изначально нарушают. Это будет не очень романтично, конечно, но я думаю, более безопасно. Неизвестный выкинул в щенят и двух взрослых собак на улицу. Инцидент произошел около одной из многоэтажек Барнаула. Жители дома провели собственное расследование и операцию по спасению собачьего семейства. Подробнее расскажет Юлия Щепина. Таких четвероногих друзей обнаружили жители дома на Малахова, 79. В чате дома выставили сообщение, что собаки брошены на улицы без присмотра, неизвестно что. И там, оказывается, еще и щенки в сумке. И сказали, что они тут уже и по дороге расползаются, а вечер уже темно, и дождик накрапывал. Двух взрослых собак и четверых месячных щенят породы Чихуахуа выбросили на улицу возле зоомагазина. Я увидела это сообщение, я, давай быстрее одеваться, выбежала. И, получается, соседи здесь стояли, уже давай в приюты звонить. В приюты везде им отказали. Мы взяли всех щенков, унесли в помещение теплое. Оставила я в этом помещении на ночь у себя. Затем я начала свое расследование на утро следующего дня. Камеры видеонаблюдения зафиксировали следующее. Я посмотрела и увидела, как мужчина подходит, приносит большую сумку, а следом бегут собачки. Значит, он собачек нес тоже в этой сумке вместе со щеночками. Ну и отследили, к какой машине они подошли. Он сумку поставил, собаку выпустил. Еще тут вот остановился. Вот, выбежали они. На одном из сайтов женщина нашла объявление об их продаже. Я начала звонить женщине, которая выставила это объявление. Я не могла дозвониться, я целый день звонила ей. Я ей раза три, наверное, написала. Она мне перезвонила и говорит такая, я не пойму, а собаки что у вас? Да. Я говорю, у меня собаки, объясняю всю ситуацию. Эта женщина в шоке. Она мне дает номер человека, у кого собаки должны находиться. Со слов жильцов дома, хозяин собак, предположительно, барнаульский батюшка, который, кстати, как им стало известно позже, обещал помолиться за щенков. Я звоню этому человеку, говорю, как так, почему такая ситуация. А человек, который их вывез и поставил просто вот здесь, он сказал, что они уехали в Новосибирск к хорошим людям. Как таких собак выбросить на улицу? Тем более маленькие щенки им месяц. Нормальный заводчик раньше трех месяцев таких щенков просто не раздает. А маленьких выбросить, ну они просто бы замерзли за ночь. Тем более, что там один щенок был вообще 250 грамм. Вообще это жестоко. По сравнению с живыми существами, такое делать, естественно, но некрасиво, во-первых, а во-вторых, ну можно было как-то их пристроить или как-то что-то в добрые руки отдать. На третий день я вся слеза хожу, что у людей просто, ну, ни совести, ни сердца, просто ничего нет. Сейчас женщина заботится обо всей собачьей семье, и через месяц они действительно отправятся в добрые руки. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Стало известно, когда в Барнауле начнется традиционное отключение горячей воды. Так, в мае СГК начнет гидравлические испытания тепловых сетей, проверку трубопроводов на плотность и прочность. Процесс пройдет в два этапа, сами испытания и текущие ремонты. С 14 по 26 мая горячей воды не будет у потребителей оранжевого и красного контуров карты. С 28 по 9 июня синего и желтого контуров. С 13 июня по 25 июня у жителей Барнаула, чьи дома расположены в фиолетовом контуре, а с 27 июня по 9 июля в зеленом. К другой теме. Выставка подлинных картин Николая и Святослава Рерихов «Ковчег будущего» открылась накануне в Барнауле. Этим событием ознаменовали начало юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию художника и философа. Рассказываем, что важно знать о художнике и его творчестве, чтобы получить максимум удовольствия от похода в музей. Выдающийся русский художник, ученый, путешественник, общественный деятель. Это все он, Николай Рерих. Во время Центрально-Азиатской экспедиции он с супругой Еленой и со старшим сыном побывал на Алтае. А сегодня здесь, почти 100 лет спустя, в музее города расположилась экспозиция великого творца. В Барнаул картины прибыли из фондов Государственного музея искусства народов Востока. Кстати, многие полотна, которые представлены, впервые покинули Москву. Вот эта выставка, которую сегодня открываем, более 100 работ Николая Константиновича, его младшего сына Святослава, сможем увидеть. Это большой подарок для жителей города, для жителей всего края, для наших гостей. Прекрасная возможность познакомиться поближе еще раз с его творчеством. Подлинные картины русского художника пробирают до мурашек и несут в себе невероятную энергетику. Организаторы уверены, посмотреть выставку работ Николая Рериха должен каждый. Экспозицию назвали «Ковчег будущего», кстати, тоже не случайно. От центральных славянских территорий до Гималаев, которые проходят через Алтай, являются, по мнению Рериха, спасительным ковчегом для будущего. Выставка занимает два зала музея. На первом этаже расположили картины Николая Рериха, на втором – его сына Святослава. По мнению директора Государственного музея литературы, искусства и культуры Алтая, увидеть экспозицию будет интересно в любом возрасте. Я уверен, что эта выставка посеет такие семена добра, семена высокой культуры, семена искусства. Ведь от малышей до взрослых маститых художников всем есть чему поучиться у Рериха и что у него подметить хорошего. Стоит отметить, что на Алтай подлинные картины никогда не бывали. Истинные духовные почитатели Рерихов ждали этого события не один год. Его картины, вот даже сейчас смотрю, вот символизм, да, но этот символизм, он очень глубокий. Вот именно как чакра, да, с красной, желтая. Потом идет сердце зеленое, горловая, и ум эта синяя и голубая. Никогда не была на выставке картин, и на меня большое впечатление произвело вот это вот. Я еще, сейчас еще покажу, посмотрю. Тем, кто хотел успеть погрузиться в мир гор и прикоснуться к прекрасному, стоит поторопиться. Экспозиция будет работать до 16 июня. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком. Сразу два барнаульских коллектива одержали победу на фестивале «Культура. Это мы» и завоевали грант размером в 2 миллиона рублей. Напомним, Всероссийский фестиваль впервые проходил в краевой столице. Участие в нем приняли 12 лучших коллективов Сибири и Дальнего Востока. О значимости культурного события и талантливых участников расскажет Валентина Аскерова. Стоять у решетки, смотреть вниз, закружится голова и упадешь. Да, это лучше, без памятника. На сцене молодежного театра «Алтая» бесприданница. Финальную сцену из пьесы Островского играют артисты театра «Паллада». Они обогнули половину земного шара и прилетели в Барнаул с полуострова Камчатка на фестиваль «Культура. Это мы». То, что сегодня организаторы сделали, это праздник. С разных субъектов Российской Федерации, коллектива, мы знакомимся, мы общаемся. Потому что находиться у себя только, это застой идет. Обмен мнениями, опытом должен быть. Поэтому победа для нас, то, что мы оказались здесь, в Камчатке, оказались здесь, это уже для нас победа. Мы играем и джаз, мы играем и классику, мы играем много музыки из кинофильмов. У нас очень большой репертуар. Летом у нас есть площадка, на которой мы по выходным выступаем для наших горожан. Они там приходят, кто-то слушает, кто-то танцует с детьми, собирается очень много народа. Это уже традиция, наверное, в этом году 18-й год будет. В этом году на участие в фестивале «Культура. Это мы» заявились почти 260 народных коллективов. Любительские театры, танцевальные, цирковые коллективы, вокально-хоровые ансамбли. Оргкомитет «Российский дом народного творчества» отобрал 60 лучших непрофессиональных коллективов. Выступления финалистов принимали пять столиц народного творчества. Владимир, Ульяновск, Махачкала, Архангельский, Барнаул. В краевой столице за главный приз 2 миллиона рублей боролись 12 коллективов в Сибири и Дальнего Востока. Фестиваль такого масштаба на алтайской земле проходил впервые. «Выступить принимающей с площадкой – это очень почетно, в принципе, это интересно для наших зрителей, и это дает очень большой скачок в развитии для наших коллективов, для руководителей коллективов, для учащихся учебных заведений. И я рассчитываю, что вливание вот этих профессиональных сил и вот этого уровня федерального мероприятия в развитие нашей культуры мы почувствуем очень быстро и сразу». «Вручается народному самодеятельному коллективу Алтайского края «Ансамбль народного танца Тараторки». Победу во Всероссийском фестивале одержали два алтайских коллектива – «Ансамбль народного танца Тараторки» и «Духовой оркестр Ритмбенд». Они стали не просто победителями, но и обладателями грантовой поддержки размером в 2 миллиона рублей национального проекта «Культура». Победу с собой увезли также театр «Смайлики» Иркутская область и театр-студия «Ровесник Красноярский край». Теперь лучшие из лучших встретятся в Москве. Там состоится голоконцерт лауреатов со всех пяти городов. Елена Кузовкина, Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Владислав Ковалев. День с толком. А на этом у меня все новости. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok